Ты ничего не понял, что все женщины души одинаковые, что все хотят замуж, хотят детей, чтобы рядом всегда был один на всю жизнь, понимаешь? В мае 1980 года на премьере киноленты «Экипаж» советские зрители испытали настоящее потрясение. И от первого в стране фильма-катастрофы, и от первой в СССР эротической сцены. Господи, Боже мой, за что тебя баба любит? Когда эту сцену увидели на морс-фильме, все просто ахнули. А юная актриса Александра Яковлева в одночасье влюбила в себя миллионы и закрепила за собой негласный титул «Секс-символа страны». Она хулиганка, она в хорошем смысле. Вся страна была в нее влюблена. Красавица, яркая, совершенно с талантливая. А те, кто знал Яковлеву лично, не только восхищались, но и попаивались. Независимая, дерзкая, своевольная. Одним словом, красотка без комплексов, да еще с характером. Я никого не удерживаю! Некая взбалмошенность, темперамент, который иногда захлестывал. Женщина всегда стремится стать такой, какой ее хотят видеть. За глаза коллеги прозвали Яковлеву ведьмой. И не только за роли в кино. Вы считаете меня ведьмой? Конечно! Я не боюсь ее взгляда. И мне очень нравятся ведьмы вообще. Ну, я умею делать так. Например, я что-то хочу. Я сделаю так, что это точно произойдет. В жизни она часто шла на пролом, сметая все преграды. Ну, не зря у нее есть кликуха такая. Ну, у нее тут или цунами, или ураган. И не раз начинала все с чистого листа. Многие люди не понимали. Я спрашивала у меня, почему такая красивая, красавица-актриса ушла из кино? А узнав о том, что тяжело больна, Яковлева решила дать болезни бой и нарушила многолетнее молчание, приоткрыв завесу тайны над собственной жизнью. Секундочку. Алло. 1979 год. Ночь. В холодном павильоне Мосфильма на съемках эротических сцен для фильма Александра Митты «Экипаж» группа смущалась невероятно. Все. Кроме актрисы-дебютантки Александры Яковлевой. Обычно актриса говорит, пусть все выйдут. С несколько условий. Ничего. Вот характер Саши проявился, между прочим, и в этой сцене. Быстро родилась. Ничего, я готов. Ты не спи, пожалуйста. Я сейчас буду рисовать твой портрет. И фантастический абсолютно получился кадр безумной красоты. И хигурка, и спинка, и рыбка плывет. Волнение актрисы выдавал слишком громкий смех в паузах между дублями. А так ведь и не догадаешься, что переживает. Раздеться в съемочной группе, перед камерой, понять, что тебя увидят миллионы в таком виде – это поздно. Не каждая девочка на это ходит. Все мне в ней нравилось. И она очень на месте была. Вся страна была в нее влюблена. Поэтому я аплодирую ей за эту роль. Это твоя независимость. Ну зачем она мне? Я-то тебе изменять не собиралась. Ты понимаешь? Выяснилось, что хрупкая Яковлева, которая меньше года назад родила дочь, может дать фору любому. И не только в откровенных сценах. Я думала, что мы погибли. Теперь все как было. Извини, Киня. Извини, что я не погиб. У нас же масса трюков. Масса физического воздействия на организм. Бежать, прыгать. Она не боялась, например, в сцене, когда горела декорация. Она молодец. Смелость была. Может быть, даже безрассудство. Сцены катастрофы в Африке снимали в декабре на севере России. Именно там режиссеру предоставили в распоряжение целый самолет. Яковлева, у которой тогда зуб на зуб не попадал, заставила всех поверить. Она и в воде не тонет, и в огне не горит. У меня были каторжные чудовищные съемки. Что декабрь 79-го года было минус 42. А у меня платьице было мини. Так как все-таки снимается Африка. Аэропорт Бедри, где все горит. Минус 42. Изначально стюардессу Тамару должна была сыграть Елена Проклова. Но из театра на съемки актрису не отпустили. Это и предопределило судьбу Яковлевой. Мы оказались за неделю до съемок без стюардессы. У нас катастрофа, нет актрисы. В один из дней мета шел по коридору и увидел плачущую девушку. Она рыдала. Оказалась начинающая актриса. Режиссер Георгий Данелия не взял ее на роль дочери главного героя в свой фильм «Осенний марафон». Данелий Данелий сказал, а она мне вообще не подходит. Она не похожа ни на Гондарева, ни на Беслашвили. И тут входит мета. И мета сказал, это кто? Говорит, это тебе тоже не подходит. Добавил нехорошую фразу. Очень страшная, худая. А я только что Лизоньку родила. Но мета, мудрый мета сказал, на грим косу резать, которую бабушка растила, ресницы клеить. Не случай с этой встречи с режиссером Митой, Яковлева так и не попала бы в кино. Ведь незадолго до этого ее отчислили из театрального института в Ленинграде. Все время она опаздывает, срывает репетиции, вообще нарушает дисциплину. Это все накопилось. Как дела? Потом подойдешь, отвечу. Если вы ее возьмете к себе на съемку, вы еще хлебнете лихо. Так и случилось. Непростой характер Яковлевой дал о себе знать уже в самом начале съемок экипажа. Третий день съемок. Открывается дверь в мой кабинет. Рыдающая Саша. Что такое, Саша? Я в павильон не пойду. На меня мета накричал. А что случилось? Оказалось, с утра пораньше актриса пришла в костюмерный цех, выбрала самое красивое платье и категорично заявила. Сегодня снимаюсь в этом. Мне разрешил режиссер. Приходит в павильон. Теперь мета. Она видит ее в этом платье и говорит, подожди. Платье, кажется, должно быть другое. Мне художник по костюмам разрешил. Ой, интриганка. Ну, она хулиганка. Она в хорошем смысле хулиганка. А хулиганы, как бы, они на ситуацию смотрят немножко со стороны. Как бы, без зазрения, без комплексов. Ссоры и конфликты с участием Яковлевой часто выбивали съемочную группу из колеи. А вот сама актриса, казалось, наоборот, только набирала силы и с каждым днем играла все лучше. Чертовщина, да и только. Она сама это знает, и она сама даже это приветствует и даже где-то подыгрывает, по-моему, в этом своем качестве. На нее нельзя в этом смысле обижаться. Но многие все же обижались. Свой характер Яковлева проявила еще на первом курсе Ленинградского института театра музыки и кино. Александра, девушка из простой семьи, даже не пыталась найти общий язык со своими однокурсниками, многие из которых были представителями известных актерских династий. Она была скандальная, ужасная, непримиримая, несовместимая с какой-то общественной жизнью, тем более с курсовым кланом таким актерским. Весь курс прямо на нее получился. Хотя сама Яковлева никак не могла понять, за что ее все так не взлюбили. Может, завидуют? Знаете, на курсе всякое бывает, но я была настолько хороша в юности, с идеальной фигуркой, длинные ноги. Ну, может быть, видели, что звезда, да. Но ни педагоги, ни однокурсники не верили, что кино – ее призвание. Последней каплей стало публичное хамство Яковлевой в адрес девушки ее однокурсника – Андрея Краско. Я что-то такое не то сказала о этой девочке, и Андрей, любя ее, возмутился, как вот так. Такие вещи говоришь, и девочка не совсем хорошо себя повела. Как вы могли? За что вы оскорбили девушку? Пожалел, да? Скажи спасибо, что тебе не досталось. Произошла вот такая история. Я узнал, что студентку Сашу Яковлеву выгоняют с курса студенты, свои же однокурсники, за ее несоответствие как бы каким-то студенческим, на их взгляд, кадром. Педагоги вступаться за Яковлеву не спешили. Все знали, что личная жизнь интересует Сашу куда больше, чем занятия по актерскому мастерству. Я замуж выхожу. За это? Уже в начале учебы мужем Яковлевой стал ее однокурсник Валерий Кухарешин. Они поженятся со всеми детьми. Им обоим всего по 18. Мы самые первые на курсе поженились, и у нас у самых первых родился ребенок. Ну, это была молодость, это была страсть. Когда я увидел друг Сашу и понял, что я очарован, что она покорила, она, конечно, выделялась из других студенток. Не знаю, как это, может быть, это какая-то харизма, которая, в общем, ей присуща. Позже Валерий наблюдал, с какой радостью однокурсники приняли весть об отчислении его жены из института. И как были потрясены, когда Яковлева в одночасье вдруг стала знаменитой. Очень возможно, что в газетах появится моя фотография. Мы, помню, поехали в Венгрию с курсом по обмену, и я там увидел журнал в венгерском магазине с ее фотографией. Это была такая неожиданность для всех. Многие девочки на курсе так немножко, может быть, позавидовали. Но уже была в Венгрии на обложке журналов. Однокурсники Александры знали ее под фамилией Иванес. Но на обложках журналов и в титрах фильма «Экипаж» значилась Яковлева. Как оказалось, Яковлева – фамилия бабушки актрисы, которая заменила ей отца и мать. О них Александра никогда не упоминает. В прессе писали, что ее родители погибли в автокатастрофе. Позже выяснилось – просто развелись, оставив дочь на попечение бабушки Натальи Яковлевны в Калининграде. Ой, я в такой любви жила безумной. Она меня так любила, безумно любила. И все делала для меня такое вообще. Что, какой там, Господи? Я настолько была счастлива, как она готовила, как она вышивала вот эти костюмы. И скрипка, и танцы, и прививание к хорошей литературе, и чтение. Бабушка, в одиночку воспитавшая внучку, с детства записала Сашу в актрисы. И делала все, чтобы она всегда была на шаг впереди ровесников. И танцы, и музыка, и актерское мастерство. То есть она вкладывала по максимуму, зная то, что ее внучка, моя мама, добьется больших успехов. А я хотела бы быть манекенщицей или сниматься в кино. Но главное, бабушка научила Яковлеву никогда не сдаваться и штурмовать каждую новую вершину, пока та не покорится. А как еще пробиться простой девчонке из Калининграда? Это тоже заслуга ее бабушки, которая, скорее всего, с детства заложила вот это понятие, что нужно двигаться вперед, не достигнув чего-то на ранней стадии, или в самом начале остановиться, а постоянно двигаться и идти вперед. Она точно ставит перед собой цель, которую хочет добиться, и идет достижение этой цели, невзирая ни на что. Здесь есть, наверное, и плюсы, и минусы, конечно. Потому что бывает, что на своем пути приходится что-то сметать, что, может быть, не всегда приятно. Как это случилось на съемках фильма «Человек с бульвара Капуценов», где на главную женскую роль претендовали сотни актрис. К тому же Яковлева совсем не нравилась режиссеру. Алла Сурикова не видела ее в роли Дианы. Я говорю, Саша, какая из тебя мечта ковбоя? Ни бюста соответствующего, ни коль ты не крутишь, ни на лошади не скачешь. Не дай бог, как бы те планы, которые ею задуманы, начнут рушиться или как бы не так воспроизводиться. Поэтому она сделает все для того, чтобы, в общем-то, все это сделать так, как ей кажется. И сделала. Яковлева буквально вырвала эту роль у соперницы. «Ковбой ты, парень, хоть куда, и сердце мне давно тревожишь, ковбой ты смел, но вся беда, что ты двух слов связать не можешь...» Когда я почитала сценарий «Человек из бульвара Копыцинов», я точно знала, что лучше меня никто не станцует. Появление Дианы в Риты – никто. Тогда оставалось убедить в этом режиссера Аллу Сурикову. Но та поначалу была непреклонна. «Самый красивый нос в стране и потрясающее овал лицо. Но все это вначале не имело значения». И понятно, почему. Яковлеву неудачно прошла пробы. Позже выяснилось – из-за болезни. Актриса вернулась из Афганистана, где выступала перед советскими солдатами уже больная лихорадкой. «Она мне позвонила из Питера и сказала, что Ильинична, она меня называла. Я была больна. У меня была температура 38, поэтому я попробовалась не так, как я хотела». Я позвонила и сказала, «Можно мне еще одну пробу?» И надо отдать ей должное. Вот так же, как всего, я думаю, в жизни она добивалась, вот так же она и вышла второй раз на меня. И Ильинична говорит, «Вы меня не знаете. Все я сделаю в лучшем, лучшем образом». А тогда, казалось, получить эту роль Яковлевой поможет только чудо. И оно произошло. Выбирать партнершу Сурикова в результате предоставила исполнителю главной мужской роли – Андрею Миронову. Итак, Сашечка, Яковлева, благословение Андрея. Ну вот, понимаете, звезды сошлись. Был случай, совершенно фантастически великолепный. Он хотел, чтобы я стала его партнершей в этом фильме. Я ее люблю. Дружище, твои дела безнадежны. Раньше Миронов уже попадал в жаркие объятия Яковлевой в спектакле «Горе от ума» в театре сатиры и был ею очарован. Так что в своем выборе не сомневался ни секунды. Александра и только она. Теперь мое сердце навек принадлежит вам. Актеры, снимающиеся в главных ролях, они должны, если не влюблены смертельно, то, по крайней мере, вот этот легкий флерт должен быть. И вот этот момент сыграл свою роль. Я был первым свидетелем, когда ее утвердили на роль, когда она приближала. Все. Я буду с этим снимать. Тогда Яковлева и вообразить не могла, что станет последней партнершей Миронова в кино. Любимец миллионов уйдет из жизни до того, как фильм увидят зрители. Твой сенематограф – это целый мир. Ты открыл мне удивительное, волшебное окно. Правда, актер все же успеет посмотреть его на неофициальном показе в Ленинграде. Скажет, что доволен и собой, и Яковлевой. Видишь ли, Диана, как тебе это объяснить? Это называется монтаж. Поцелуй, свадьба и бэби. О, Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя, сделай монтаж. Спустя годы Алла Сурикова признает, она не ошиблась, выбрав Яковлеву на роль Дианы, даже несмотря на скверный характер актрисы. Сашка действительно потрясающе обаятельна, действительно мечта ковбоя по пластике, по раскованности, по красоте. самотверженная, яркая, интересная, а то, что ну характер, ну, бывает хуже. Ты светишь во тьме, за это тебе спасибо, спасибо тебе. За годы работы в кино характер Яковлевой много раз становился поводом для сплетен. С самого начала отношения актрисы с Валентином Гафтом на съемках фильма «Чародеи» не задались. Включайтесь. Включайтесь. Все равно работать придется. Это мы еще посмотрим. С Гафтом так вот просто на короткой ноге не будешь. Там нужно уметь и общаться, и вести себя, и слова лишнего не нужно говорить какого-то, не думать. Но быть покладистой не в ее характере. И насколько экранный Сатанеев был влюблен в Алену Игоревну, настолько настоящий Гафт не терпел нарушительницу дисциплины. Но это не тихий человек. Я думаю, что в споре горячим этот человек непобедим. Случалось, актриса заставляла ждать себя ни часа, ни два, а до тех пор, пока не была довольна своим внешним видом. Он, надо вам сказать, не воспринимал ее такие долгие паузы, связанные с гримом. И, конечно, его это раздражало. Он-то отказался с ней сниматься в нескольких эпизодах, уже к финалу фильма. Приходилось снимать восьмеркой. И вначале снимали его, потом снимали ее. Очень трудный характер. Но мне это нравится. Благодаря, вероятно, неуступчивости, она сохранила такую неповторимую индивидуальность. Ну, совершите подвиг. Прибегните к рецепту конька-горбунка. Господи, боже мой. Взмите книжку. Откройте, прочтите. Там все очень доступно написано. Даже озвучивать отснятые сцены Яковлеву и Гафта приглашали по отдельности. Но режиссер Константин Бромберг был недоволен. Энергетика не та. И на свой страх и риск в один из дней позвал актеров на озвучание вместе. Они появились, она бросилась ему на шею, они расстались дружески. Он мудрый актер и увидел, какая звезда, какая талантливая актриса с ним работала на этом фильме. Какая женщина. Какая женщина. Это вот две лед и пламень, как говорится, вместе. Так, наверное, и должно быть. Потому что каждый должен уравновешивать другого. А вот у них это получилось. Я с ней не очень сходились. Я думал, что такое? Потом, когда я посмотрел отснятый материал, я обалдел. И встречаемся много раз на разных федеральных каналах. И обнимаемся, и целуемся. Вот теперь можете припасть к моей руке. О! На съемочную площадку «Чародеев» Яковлева попала так же, как на фильм «Экипаж». Чудом. Актриса Елена Коренева, которую худсовет утвердил на главную роль, вдруг объявила, что выходит замуж за американца и улетает в США. Константин Бромберг был в отчаянии. Сказать, что в те годы у нас попробовали самые яркие, красивые актрисы своего времени. Но я хочу обратить внимание, Константин Леонидович искал ведьму. Тогда второй режиссер Юлия Константинова предложила Бромбергу пригласить на пробы ту самую красавицу-актрису из «Экипажа». Долго Яковлеву уговаривать не пришлось. Роль, где ты можешь сыграть милую, добрую девочку, девушку, влюбленную своего жениха. Я твою каждую веснушку вижу. Какие веснушки? Они пропали. Как пропали? Куда пропали? И вдруг ты можешь сыграть некий такой образ мистический, яркий, колдовской, загадочный. Женщина всегда стремится стать такой, какой ее хотят видеть. Любая актриса вам скажет, ну это так редко бывает, когда играешь две роли сразу. Константин Леонидович убежден был, что ведьму она сыграет. А вот с нежной и очаровательной Аленушкой любящей, там были некоторые вопросы. Но в конце концов Аленушке у нас по картине было значительно меньше, чем ведьма. Взгляд ее выдает. Я не боюсь ее взгляда. И мне очень нравятся ведьмы вообще, и Айвишура в частности. Да, глаза, глаза. В фильме «Чародии» роль заколдованной Аленушки для меня более убедительной, чем расколдованной. Друзья мои! Вот мой жених! А сама Яковлева до сих пор считает, что именно этот фильм открыл в ней новые качества, о которых она и не подозревала. Он точно абсолютно научил меня быть ведьмой, когда надо в жизни. Абсолютно точно. Колдовать научил, ворожить. Ну, я умею делать так, например, что-то хочу, я сделаю так, что это точно произойдет. Должна быть в женщине какая-то загадка, должна быть в женщине какая-то загадка, должна быть тайна в ней какая-то... Выход фильма «Чародеи» пришелся на период развода Яковлевой с мужем, Валерием Кухарешиным. Студенческий брак дал трещину. Но статус разведенки с двумя детьми актрису не пугал. Уже на съемках фильма «Парашютисты» произошла встреча с Калью Аасмея, спортсменом-инструктором из Эстонии. Это действительно настоящий горячий эстонский парень такой, потому что на все ее повышенные вибрации и отношения к этой жизни он смотрел с мудрым каким-то своим мужским эстонским взором. Вот от него какой-то такой настоящий мужской мудрость все верило. Роман Калью и Александры разворачивался на глазах всей съемочной группы. Эстонец страховал Яковлеву, когда она выполняла опасные трюки в воздухе. О дублерах актриса и слышать не желала. Риск разжигал чувства. Надо менять условия. Усложнять как-то. Интеллект применять. Например, прыгать за 10 километров от цели, а сама цель пусть движется. Вот этими фантазиями своими она всех допекла. Тут, конечно, не знаю, что больше сыграло ее желание ему понравиться или его желание ее так часто страховать в воздухе. Вот этот романтический порыв, задор и любовный такой какой-то полет в реальном смысле. Вот когда она в небе, тогда она счастлива. Не понять, от чего у нее больше светились глаза. От того, что она так много прыгнула с парашютом, или от того, что она прыгала рядом со своим любимым молодым человеком. Человеку, который никогда не летал, разве можно объяснить восторг полет? Красота и бесстрашие актрисы произвели впечатление на Калью, и он стал ее вторым мужем. Ради него она даже поменяла фамилию и стала Александра Асмея. А тем, кто ее обговаривал, улыбалась в ответ. Спорим, страна выучит каждую букву этой фамилии. Так и случилось уже после съемок «Человека с бульвара Капуцинов». Она начинала сниматься в картине под одной фамилией, заканчивала под другой. Она женщина красивая, решительная, яркая, влюбчивая. И это ее, в конце концов, право быть разнофамильной. Несмотря на то, что именно парашютистом Александра обязана встреча с Калью, актриса об этом фильме вспоминать не любит. Считает, выложилась тогда на все сто, даже рисковала. Но многого зрители так и не увидели. Там был прямой конфликт с режиссером. В это время у него роман с другой актрисой. И он врезает самые лучшие мои кадры. Я с 5000 метров прыгала сама без дублеров. И он меня вырезает и не вставляет кадр в воздухе. Он хотел вытащить героине, сделать свою возлюбленную. А меня как бы стереть, но не получается по сценарию. Там главная роль и не получается по сценарию. Но лучшие кадры он вырезал. Уже тогда Яковлева поняла. Ни красота, ни воля, ни старания ничего не решают. Рассчитывать всегда на чудо глупо. Ведь в начале 90-х сразу несколько проектов, куда ее пригласили, закрылись из-за недостатка финансирования. Тогда она и вспомнила слова своего первого режиссера Александра Митты. Это вообще зависимая профессия. Для того, чтобы он сыграл свою роль, кто-то должен ее написать, потом кто-то должен ее поставить, а потом она уже, когда поставлена, тогда все это идет. Для Яковлевой, которая привыкла все решать сама, сидеть в ожидании ролей было невыносимо. Уже тогда она задумалась, может, стоит поменять профессию? Начало перестройки, когда все рухнуло. И ты все. А ты ничего делать не умеешь. Только это. Только это. И больше ничего. У тебя дети маленькие. А где что? И в начале 90-х актриса, которой не было и 40, в один момент исчезла с экрана, заставив всех гадать, что же с ней произошло. Многие люди не понимали. Я спрашивала у меня, почему такая красивая, красавица-актриса ушла из кино? Редко кто это выдерживает. И принимает все это дело. Если со мной там что-то случилось, я бы по этой актерской профессии, так сказать, выл, страдал, думал, ах, жизнь закончилась. А у нее, видите как, она в этом смысле человек мужественный. Разочарование в профессии и распад кинной индустрии совпали с другим тяжелым ударом – смертью любимой бабушки. Тогда растерянная Яковлева буквально ворвалась в приемную к мэру Калининграда и разрыдалась. Тяжело было признаться, что на организацию похорон самого близкого ей человека просто не хватает денег. Мэр помог, а через несколько дней позвонил и предложил Александре работу. Когда маме предложили стать вице-мэром по культуре и туризму, она стала. И, естественно, так как ее работа была связана с туристом и привлечением туристов в данную область, в Калининград, она организовала кинофестиваль «Янтарная пантера». Это оказалось не менее интересно, чем работа в кадре. О смене профессии Яковлева не жалела. Знала, как тяжело приходится бывшим коллегам по цеху и даже испытала чувство вины за то, что в отличие от многих смогла устроиться в жизни. Ты становишься вице-мэром города, и ты делаешь то, что ты любишь и умеешь, и фестивали, и некие такие творческие, постоянно такие какие-то перформансы, действия. У тебя жизнь очень счастливая, дети учатся в школе, ты их нормально кормишь, у тебя есть деньги, зарплата. Я даже, когда я слышала, как живут актеры в те годы, это было просто чудовищно. И хотя Яковлева перестала сниматься в кино, пресса о ней не забывала. Таблоиды сообщали то о ее романе с журналистом Александром Невзоровым во время брака с Калью, то о полном разрыве с мужем. На все эти разговоры актриса не реагировала, характер не позволял. Тогда ее волновало другое. Она должна справиться с новыми задачами. Такая резкая смена профессий, вида, рода, деятельности, это ее натура. Она непоседлива. Из актрисы в чиновнице. Кто-то иронизировал, без чародейства тут не обошлось. Яковлева умудрялась менять самолеты на железные дороги. Работала в Пулково, Шереметьево, в РЖД и одновременно училась. Так только доносится, кто-то видел Сашку, ты говоришь, ой, ты знаешь, она теперь этим, е-мое, а теперь она, это какой-то горсовет, какой-то шриме, какая-то железная дорога, какая-то черти, черти в ступе. И там она, и там она, и там. Чтобы выживать, она должна была себя собирать и двигаться вперед, и идти к цели. Мало кто из актеров может похвастать, что перевел свою жизнь на новые рельсы. Яковлева смогла и начала все с чистого листа. Если что-то хочешь добиться, ты идешь к этой цели точно в яблочко. Она железная леди, она прямой, сильный человек, какой-то локомотив, который прет вперед, несмотря ни на какие преграды. Ее любят люди. Ее любят за ее чистоту, откровенность. Она никогда не кривит душой, если что-то она хочет сказать, она тебе скажет в глаза. А это очень важно, когда человек открыт для людей. Как, извините, я скоростной поезд запустила. Я запустила только безумные любовь. От поездной бригады до стюардов, до машинистов, до своих подчиненных, которые мне помогали все это делать. Сын Яковлевой Кондратьи тоже связал свою жизнь с железной дорогой. Иногда бывают и такие сюрпризы. После рабочей смены на перроне встречают мама и сестра Лиза. Естественно, я пошел по стопам своей мамы, потому что она добилась в этой сфере очень многого. Я вам скажу честно, моя мама не признает слово «блад». «Блад». будучи ее сыном, начинал с самых нулей. Начинал работать в депо на очень маленьких должностях с маленькой зарплатой. Протекции Яковлева не терпит. Ее возвращение в кино после 23-летнего перерыва могло бы стать событием. Ей готовы были дать большую роль. Но на экране актриса появилась скромно в эпизоде в фильме Николая Лебедева «Экипаж» в 2016 году. Петр Сергеевич, надо готовить Петропавловск. Дальше улететь не смогут. Вдохновленный советской лентой, режиссер Николай Лебедев упросил Яковлеву появиться в его фильме хоть на минуту. Она прекрасна. Мне действительно просто жалко, что ситуация увела ее из кино, потому что она могла бы еще очень много работать, и у нее действительно редчайшее качество такой звезды. Она прекрасно работает в кадре, энергии через край. С днем рождения! 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 Мы с вами. Ура! Рисан, Кейн. Ну, в день рождения дайте я спицыолую. Ешьте на здоровье. Исполните мою мечту, пожалуйста. Никогда! Вот, что такое? Вот, что такое? Съемки нового экипажа шли в тех же павильонах, что и почти 40 лет назад. Но сама Яковлева была уже совсем другой. Недаром режиссер дал ей роль чиновницы от авиации Тамары Игоревны, в которой лишь угадываются черты стюардессы из прошлого Тамары. Вам легко говорить, Тамара Игоревна? Вы, наверное, сами в такую ситуацию не попадали. А вот сама Яковлева на тот момент уже ни в чем не была уверена. Диагноз врачей – рак. Тогда она впервые растерялась, но по привычке быстро взяла себя в руки, решив дать болезни бой. И летом 2019 года в телеэфире на всю страну призналась, что смертельно больна. И я обратилась к людям, вы не представляете, что я получила после этого. Получила столько любви. А я сказала, что мне очень страшно, что мне очень, очень, я не хочу умирать, мне очень страшно. То есть человек не может быть один. У него должно быть то есть поддержка, любовь, забота. Он должен чувствовать, что ты нужен. Здрасте. Здрасте. Поснимаю, с меня для передачи. Здрасте. В ответ на ее признание живейший отклик. Зритель, соскучившийся по актрисе за два десятилетия ее отсутствия на экране, вдруг просился помогать. Всем, чем мог. Сотни людей наперебой предлагали свою помощь. Икра морского ежа дико помогает лучше любого лекарства. Икра морского ежа с Викторинского знаменитый продукт, который нужно обязательно есть для того, чтобы поддержать. Там же лекарства пьешь очень тяжелые. Именно в этой непростой для Яковлевой ситуации и понадобился характер. Такой, чтобы не сдаваться, вопреки самым страшным прогнозам врачей. Ты не впадаешь в ныне, ты не впадаешь в отчаяние какое-то. Она борется с болезнью. И ее запаса сил хватает не только на это. Сегодня Александра Яковлева мама двоих взрослых детей четырежды бабушка. Я только недавно стала такой вопрос очень важный, который не задаешь себе в молодости. А вот зачем ты живешь? Надо что-то сделать обязательно, чтобы, как у Илечки Филатова была передача, чтобы помнили. А еще уже много лет она мечтает снять художественный фильм по собственному сценарию. Я знаю точно, что мой проект, над которым я сейчас работаю, будет потрясающе известным, супер успешным, очень популярным. Я точно знаю, что будет скоро съемочный день, когда я загляну в камеру и скажу, снято. Первый съемочный день будет отлично. Мне помогает очень огромное желание жить. Я влюблена в свой сценарий, в свою историю. Я точно Оскара получу, когда сниму этот фильм. Точно я его получу. Может, и правда получит. Только дело будет вовсе не в колдовских чарах, заговорах или причудах судьбы. Ведь все чудеса в жизни Александры Яковлевой случаются не по мановению волшебной палочки. Их она привыкла творить сама. Мой ясный луч, ты светишь мне, совсем не жгуч, но я в огне. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok